Отстоять свои интересы удалось абаканцам, которые вложились в новое жилье на стафата 16А. Еще неготовый дом перешел от одного застройщика к другому. При этом часть договоров по купли-продаже была поставлена под сомнение. Люди рисковали потерять миллионы рублей, но теперь все позади. Рассказывает Ольга Стельмах. В коридоре прям упало. Мне вот тут сердце, я не знаю, что это было. Там я прям на колени упала, мне просто сдавило в груди. Пенсионерка Лариса Ибрагимовна до сих пор помнит, как шокировала ее новость о том, что единственное жилье могут забрать. Предварительный договор, который оформила женщина на купленную квартиру, оказался недействителем. Сегодня все в прошлом. Через суд установили право собственности. На днях оформят долгожданную прописку. Квартиру покупала еще, когда она, как говорится, дешевая была, за полтора миллиона. Сейчас, конечно, за такие деньги я бы в жизни не купила. Сколько она сейчас стоит? Четыре, три девятьсот. Скандал вокруг абаканской многоэтажки по стафата 16А вспыхнул в ноябре прошлого года. В недостроенном доме, куда уже заселились люди, сначала долго не давали отопления, затем отключили свет и попросили жильцов покинуть квадратные метры. А все потому, что два застройщика, бывшие и настоящие, не смогли найти общий язык. Вскрылись двойные продажи квартиры, а документы на руках собственников юридического веса не имели. Тогда мешалась прокуратура. Иски в суд подали владельцы проблемного жилья. Если бы не прокуратура, то этот вопрос бы вообще не решился. Потому что жили где-нибудь в палатках. Интересы пожилых людей представляли надзорники. В итоге решение принято в пользу населения. Решениями суда, соглашения к предварительным договорам, купли-продажи, признаны договорами участия в долевом строительстве. А также за гражданами признаны право собственности на жилые помещения. Молодая семья, мы снимали ее прошлой осенью, тоже столкнулась с проблемой. Супруги в ожидании ребенка оформили квартиру в ипотеку. Новостройку обещали сдать к концу года. Заранее разрешили заехать и делать ремонт. А потом отключили электричество и потребовали покинуть квартиры до тех пор, пока полностью не завершится строительство. Мы из этого и начали бить в колокол, что ребенок скоро родится, и все стало мертвым колом. И непонятно, что делать и куда идти. Малышке Алисе пять месяцев. Родители успели сделать основной ремонт. И сегодня мама с папой не переживают, что могут остаться на улице. С документами теперь все в порядке. Проблем уже нету. Все зарегистрировались, прописались даже уже. То есть все в порядке. На очередь в садик встали. Для нас-то вообще. Самое большое, что нужно было сделать. Впрочем, точку на этом ставить рано. По выявленным фактам нарушений возбудили уголовные дела. Сейчас ими занимаются органы следствия. Но жильцов многоэтажки это уже не коснется. Ольга Сельмах, Арсений Симонов, Вести Хакасия.